всем привет мои дорогие друзья гости моего канала вы на семейном творческом канале и с вами я лёля рукодельница сегодня вам покажу свой процесс вязальный процесс что я сейчас вяжу в общем этот процесс у меня должен быть очень быстрым так как мне связать нужно эту вещь буквально за две недели надеюсь что у меня получится потому что я вязать не умею я только учусь и вижу я жилетку для маленькой девочки жилетку вижу на годик уже связала половина спинки вот что у меня получается основной у меня лицевая гладь и вот здесь вот у меня идет идут косы никогда не думала что я смогу когда-то вязать косы но нашла очень классный мастер-класс сейчас расскажу вам из какой нитки вижу вот у меня вот такая вот ниточка это ализела на gold fine классик производства турция я думаю что многие вязальщицы уже знакомы с этой ниткой она достаточно популярная 100 граммах 390 метров я очень надеюсь что мне этого мотка хватит на жилетку детскую ну должно хватить очень это надеюсь потому что у меня один моток номер цвета 680 и в составе у нас можно сказать пополам акрил шерстью 50 акрил и 49 процентов шерсти рекомендует спицы от двух с до четырех крючок от двух до четырех я вижу на спицах три с половиной вот такой вот у меня получается вот так у меня получается полотно на этих спицах не рыхлая и не такое плотное за счет того что здесь составе не только шерсть но акрил нитка очень мягкая она не будет колодца малышу будет удобной в носке эта пряжа замечательно стирается поэтому очень хороший состав именно для ребенка у этой нитки ну и вообще ализешка хорошая достаточно фирма мне нравятся эти нитки повторюсь что это у нас турция специально оставила чтобы вам показать какой нитки я вижу такой вот молочный такой какой-то нежный серый цвет даже не понять да молочный топленое молоко наверное скорее всего решила я выбрать именно такой цвет но я восхищена тем что у меня вот такие косы получаются в общем в этом видео в этом видео вы увидите мои продвижения то есть это будет одно такое целиковое видео где я буду выкладывать по этапу на свои свою работу да еще чуть-чуть свяжу покажу что получается но и в конце уже этого видео вы увидите готовое изделие когда я начинала вязать я думаю господи она такая огромная что что-то на какого-то гиганта ребенка но сейчас вроде так смотрю вроде бы так ничего нормально по размеру как говорится большой не маленько но я думаю что будет идеально идеально будет ли для девочки и вяжется она очень легко пока пока легко никаких убавок здесь нету стягивается она за счет косичек видите у нее идет как будто бы сужение здесь но никаких убавок я не делала в общем следующий кусочек видео покажу вам когда еще немножечко свяжу дорогие друзья показываем промежуточный этап у меня уже полностью готова спинка вот с таким и косичками красивыми и я уже начала вязать одну планочку она еще конечно не отпаренная загибается но она очень нежная очень красивая получается отличная жилеточка следующий этап я думаю уже будет законченной то есть завершенную увидеть уже готовую работу через несколько секунд в общем вот что у меня связалась вот такая вот жилеточка уже начала последнюю планочку сделала первую петельку для пуговки вот такая красота и смотрите сколько ниток остается вот молю бога чтобы не хватило этих ниток на жилет почему-то я думала что у меня даже останется и я смогу там связать носочки в комплект но вот вот не знаю хватит или нет потому что вязать еще вот сколько вязать еще долго связалась у меня жилеточка вот такая вот красивенькая осталось не ее сшить и обвязать края крючочком но у меня стала такая дилемма так как я вижу я из тех ниток что у меня есть в доме я хотела бы еще и обвязать ну по мастер-классу ее нужно обвязывать и вообще обвязаны изделия крючком они более оригинально смотрится и у меня дилемма какими же нитками и обвязать вот у меня есть такие более-менее на выбор подходящие цвета ну как то я склоняюсь вот к этому кирпичному цвету мне кажется вот будет очень оригинально смотреться молочный цвет с такой яркой обвязкой написала сейчас подружки жду что она ответит вот мне интересно совпали у нас не мнение или нет такая вот у меня получилась красота покажу вам через несколько секунд уже более готовом виде скажу вам честно я с собой очень довольна я с собой очень горжусь потому что это мой такой первое изделие нет не первое мне и жилетка которая вязала кардиган но то все вот какое-то не то чтобы не суразно нет я жилетку два года почти относила и буду еще носить вот это нам просто такая милая вещь может за то что за счет того что это для маленькая вещь для ребеночка детские вещи все смотрятся очень так миленько ладно не будем болтать терять время сажусь обвязывать в конце видео вы увидите какой же цвет выбрала я напишите в комментариях какой бы цвет выбрали вы для обвязки вот это это плюшевая пряжа софти обвязав ей ну такое плюшевенькая немножечко вы добавилась настроение тоже летчики но на беленькая маркая остался мне кстати моток я брала на обвязку пледа вязала плед для этой же принцесса кстати предположительно вот такой рыжий он тоже бы неплохо смотрелся но тонковатая нить хотя в принципе для обвязки может быть вполне почему-то мне больше нравится вот это сочетание ну а какое сочетание выберет моя подруга вы увидите через секунду меня конечно прошло побольше времени и наконец-то я связала эту долгожданную жилеточку повторимся что вязала я из вот такой вот ниточки alize lana gold fine в 100 граммах 390 метров производства турция пополам практически шерсть с акрилом как вы видели в предыдущем в предыдущих минутах ролика я очень переживала что мне не хватит ниток но мне хватило вот такой вот мизерный маленький кусочек у меня остался кстати номер цвета у меня 680 такой молочно-желтенький очень приятный цвет и мне очень интересно какой же вы выбрали цвет для обвязки этой жилеточки но у нас с моей подругой совпали вкусы и мы выбрали один и тот же цвет представляете какой я хотела такой выбрала она и я вам сейчас покажу свою прелесть посмотрите какая замечательная жилеточка у меня получилось уже пришила пуговки постирала отпарила вот такие вот замечательные цветочки внутри вставила бусинки но это не пуговки на ножки я их пришила еще немножечко подклеила клеем чтобы ну понадежнее было значит жилеточка у меня вязалась на возраст один год и старше я ее вязала по мастер-классу вяжем вместе с кариной вроде бы так прошу прощения если неправильно назвала обвязывала я ее крючком вязала на спицах три с половиной повторюсь что нитка у меня была 100 грамм 390 метров и в принципе вяжется на очень легко но я не вязальщица да я только учусь но я очень довольна и горда собой что у меня получилась такая замечательная вещь вязалась она в принципе очень легко здесь лицевая гладь присутствует также рисунок вот такой красивой косы я таки научилась вязать косы знаю теперь хотя бы что это такое с чем это едят как говорится обвязывалась она у меня крючочком тоже ниточками ализе только немножко другой цвет этикетка у меня от этой от этих нет не сохранилась к сожалению у меня остался просто моточек не помню что то я вязала из них у меня остался моточкой вот он пошел у меня на обвязку это еще раз говорят о том что никогда не нужно ничего выбрасывать рано или поздно все найдет свое применение вот такие пуговки подобрала кстати тоже все нашла у себя в закромах и пуговки сюда подошли как очень кстати единственное что я пришила их обычной ниточкой тонкой наверное можно было бы пришить вот этой же ниткой что было по плотнее но вроде так плотненько все держится такая вот изнаночка жилеточка получилось очень мягенькая но в то же время на тепленькой аллергию она не вызовет у ребенка потому что здесь есть акрил и у ребенка ничего не будет колоться и чесаться потому что состав этой шерсти входит акрил и за счет этого пряжа очень мягкая почему в основном для деток да особенно для грудных вяжут именно из акрила потому что шерсть иногда вызывает аллергию а потом она колется так вот эта нитка она очень мягкая отпарила посмотрите на спинке тоже у нас присутствуют вот такие красивые косы как вы видите здесь вот в принципе очень легко вязать никаких убавок в этой жилетки нету это жилетка вот в этой области уменьшается за счет стягивания рисунком косыми поэтому у него вот идет такой вот скажем так рельеф потому что стягивают косички но никаких абсолютно убавок нету как вяжите так и вяжите здесь только есть прибавки вот в этой области прибавляется по 16 петель но убавок в этой работе нету вот такая вот красота у меня получилась если вам понравилось поставьте мне лайк напишите комментарий как вам моя работа но я думаю что у меня неплохо получилось если еще и учесть что я только учусь вязать то вообще шикарная работа я очень собой довольна и горда буду на этом с вами прощаться с вами была люля рукодельница всем пока пока до новых встреч